ПАСХАЮ ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА В сегодняшнем евангельском чтении мы услышали о том, до чего в итоге дошла злоба духовных вождей иудейского народа, первосвященников, книжников и фарисеев по отношению к Господу нашему Иисусу Христу. Несмотря на то, что большинство народа почитало Христа как обещанного Мессию, иудейские старейшины с каждым днем все чаще и чаще думали о том, как бы погубить обличавшего их проповедника. И однажды они нашли такую возможность. Один из ближайших учеников Господа, Иуда Искариотский, принял решение предать своего Учителя и с таким предложением пришел к первосвященникам, книжникам и фарисеям. Данная инициатива одного из учеников Христа весьма обрадовала иудейских начальников, и последние были готовы даже материально отблагодарить предателя. В связи с этим очень часто возникает вопрос, а почему, собственно, Иуда решил предать Господа Иисуса Христа? Неужели он был чем-то обижен своим Божественным Учителем или в чем-то притеснен им? Отвечая на данный вопрос, многие святые отцы и экзегеты высказывают различные предположения, но все эти теории можно разделить на четыре группы, соответственно, той причине, которую они ставят в углову угла своей теории. Первая причина – это среболюбие. Любовь к деньгам была душевным недугом Иуды. Об этом свидетельствует как священное писание, так и священное предание. Так, в Евангелии от Матфея Иуда, обращаясь к старейшинам Израиля, спрашивает, что вы дадите мне, я вам предам его. Они предложили ему 30 сребрянников. А святой евангелист Иоанн называет Иуду прямо вором. Мы помним, что когда Мария, сестра Лазаря и Марфы из Бифании, помазала ноги Господа Христа драгоценным миром, именно Иуда возмутился этим поступком и сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим. При этом евангелист отмечает истинную цель такого возмущения Иуды. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор. Святитель Лев Великий так и пишет, что Иуда оставил Христа не вследствие страха, а по причине жадности к деньгам. Вторая причина, на которую указывают библейские толкователи, это не что иное, как разочарование в Иисусе Христе, как обетованном и долгожданном Мессии, который должен был привести Израиль к политической независимости от Рима, а в конечном результате к царствованию Израиля над всем миром. Когда Иуда видит, что Христос говорит не о земном царстве, а о царстве, которое есть внутри каждого человека, и когда Господь уже открыто говорит о своей смерти, Иуда в пылу ревности, негодования и разочарования идет и предает своего Учителя. Третья возможная причина предательства Иуды заключается в его слабохарактерности. Так, пока Иуда видел, что Христос, как необыкновенный Учитель и Чудотворец, должен войти в силу, он старается приблизиться к Нему. Но когда он понял, что победит враждебная спасителю партия первосвященников, книжников и фарисеев, он оставляет Христа и примыкает к последним. И четвертая, последняя теория относительно причин предательства Иуды заключается в следующем. Иуда действительно в Иисусе видел Мессию, и он, как представитель националистических идей, считает, что мессианское время вот-вот начнется. Своим предательством Иуда, с одной стороны, хочет ускорить пришествие Мессии, а с другой пытается устранить конкурентов, каковыми он считает первосвященников. Иуда рассчитывал, что когда фарисеи захотят арестовать Спасителя, он употребит все свое всемогущество и истребит фарисеев. Этим и начнется его царство, которым одним из соправителей будет Иуда. Но Иуда ошибся. Христос так и не употребил всю свою силу и власть против тех, кого Иуда считал врагами. И это привело Иуду к ныню, а уныние стало причиной его самоубийства. Читая сегодняшний Евангелие, мы должны стараться никогда в своей жизни, пусть даже на самую малость, не уподобиться Иуде и не предать своего Господа и Спасителя. И даже если мы согрешим против Него, мы должны помнить, что Его любовь безгранична. А значит, если мы искренне покаемся, Он обязательно простит нас, как до этого прощал миллионы человек. И таким образом именно покаяние, причем не внешнее, не символическое, а истинное, глубокое и чистосердечное, сможет помочь нам стать ближе к Богу и унаследовать ту вечную и блаженную жизнь, которую Он обещает всем, кто любит Его и исполняет Его святую волю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok